Друзья, всем привет! Сегодня очередной видеоролик о проекте Финника и о новостях данного проекта. Расскажу вам, какие ошибки допускали многие лидеры и к чему это в итоге приводит. А перед тем, как я начну, хочу, чтобы ты подписался на мой YouTube канал, прожал лайк данному видеоролику, так и подписался на другие соцсети, чтобы не пропускать новости по проектам такого типа, то есть по высокодоходным, высокорисковым проектам. А мы начинаем! Ну что ж, давайте, чтобы ввести вас в курс дела, сразу покажу вам новость, из-за которой я записываю данный видеоролик, новость, которая меня просто шокировала. Не знаю, друзья, правда это или нет, но такие случаи, я думаю, уже бывали, либо будут происходить в будущем. Из-за чего вообще такое может происходить? То есть, как видите, по новости человек совершил самоубийство из-за того, что инвестировал в проект, то есть набрал кредитов и так дальше. Давайте самую основную причину таких действий я вам расскажу. Самая основная причина – это безответственные лидеры. Почему вот так произошло? Ну, если не произошло, то давайте, почему такое может вообще произойти? Большинство лидеров хочет что? Хочет быстро заработать, хочет пригласить человека, чтобы он просто проинвестировал и получить реферальные вознаграждения. То есть, просто хочет с человека, со своего партнера заработать. Если ты говоришь человеку правду, что это пирамида, что здесь можно потерять, не инвестируй там последние заемные кредитные деньги, то, я думаю, часть потенциальных партнеров отсеется, никто не проинвестирует, то есть лидер заработает меньше. Поэтому, знаю, есть много лидеров, которые просто не договаривают, либо просто-напросто врут, называют высокодоходные хайп-проекты компаниями, рассказывают, что есть реальный продукт и так далее. То есть, максимально вешают лапшу на уши людям неподготовленным, людям, которые еще таким не занимались, не инвестировали, и что по итогу делает неподготовленный человек? Он берет свои последние сбережения, он берет взаймы, он берет кредиты и инвестирует деньги в подобные проекты. Я не скажу, что это плохо, то есть, что человек инвестирует в такие проекты, но плохо то, что он не знает всей информации, которую надо знать. То есть, ему этого никто не доносит. И когда человеком заходит год, как проект уже существует, два года, как на примере Финика это было, под предлогом, что это реальная компания, и, допустим, она будет работать вечно, и ты еще свой аккаунт передашь своим детям, то вы должны понимать, что такие лидеры, которые так плохо доносят информацию, то есть, от таких лидеров надо бежать. Если ты хочешь быть лидером, если ты хочешь зарабатывать, если ты хочешь большую команду, ты должен понять для себя такую вещь. Это бизнес отношений, ты должен говорить людям только правду, ты должен со своими людьми общаться и доносить только правильную информацию. Потому что, если ты будешь шрать рано или поздно, это выплывет, всплывет, и твои люди просто отвернутся от тебя, и не дай бог еще произойдет вот такая ситуация, как произошла с женщиной новости, которые я вам показал. Поэтому самое главное, транслируйте правильную информацию, не верите своим людям, потому что разово заработать, конечно, это классно, круто, но лучше идти с людьми единомышленниками, люди, которые осознаны, которые понимают, куда они инвестируют. И если человек будет это понимать, даже если вы вдруг выберете некачественный проект, вы там потеряете, человек будет понимать, что да, такое бывает, я шел, я знал, что есть такие риски, и он будет продолжать с вами дальше инвестировать. Но тот человек, который был не осведомлен, он за вами не пойдет, он будет всем рассказывать, что это лохотрон, что меня там обманули, что это все там пирамиды, и так далее. Я надеюсь, что данный видеоролик был для вас полезным и интересным. Если это так, то прожми лайк, подпишись на канал и на мои другие соцсети, на инстаграм, на телеграм, чтобы знать, когда выходит какое-то качественное направление. Да, и кстати, я зарабатываю вместе с командой CryptoKings. У нас огромная команда, которая инвестирует в высокодоходные проекты. У нас есть бесплатное командное обучение, у нас есть командные зумы. Мы обучаем наших партнеров с командными лидерами, мы путешествуем по разным странам. За прошлый год мы посетили около 5-6 стран. Это была и Доминикана, Мексика, Египет, Турция, Дубай. То есть, если ты нацелен зарабатывать в интернете, инвестировать, двигаться активно, то путь в нашу команду тебе открыт. Но, к сожалению, когда ты смотришь этот видеоролик, то есть, тогда, когда я его выпустил, у нас нет активного инструмента для заработка, поэтому не забудь подписаться на мои другие соцсети, либо написать мне личные сообщения в инстаграм или телеграм. И как только у нас появится инструмент для заработка, годный, я сразу же тебе напишу, будем зарабатывать, инвестировать, обучаться, путешествовать вместе. На этом у меня все. Не забудьте прожать лайк, подписаться на канал. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока.